Читая сегодня Левиафана и два трактата, мы должны понимать, что написано не столько Гобсами Локом, сколько могущественными властными группировками, одна из которых, Локовская, в конечном счете победила в 50-летней гражданской войне. Предъявив спрос на новые технологии управления, английская аристократия искала их в не уже опубликованных книгах, а в разговорах со специально обученными и подготовленными интеллектуалами. Читатель. После такого предисловия рука таки тянется к Левиафану. Неужели там и в самом деле есть что-то полезное? Теоретик. Разумеется, иначе мы не тратили бы ваше и наше время на все эти подробности. Не всякие салонные разговоры аристократов публикуются в виде книг, столетиями определяющих административное устройство целых государств, а только те, которые ради этого и затевались. Ознакомимся наконец с тем посланием, с которым часть английской аристократии обратилась в XVII веке ко всем властным группировкам. 1649 год. Законный король Англии Карл I только что безглавлен по обвинению в государственной измене. Англия объявлена республикой, но реальным правителем является главнокомандующий Оливер Кронвель. Священное право королей на абсолютную власть, веками объяснявшее законопослушным гражданам, кому им следует подчиняться, больше не работает. Законный наследник престола пользуется даже вершей популярностью, чем подконтрольной армией парламент. Сотни тысяч людей убиты в гражданской войне, но ни одна из конкурирующих группировок не уничтожена полностью, и действующая власть держится только на штыках. Для возврата к нормальной жизни по заре служит новый источник легитимной власти, который будет принят большинством властных группировок и позволит прекратить затянувшуюся войну. Вопрос об источнике легитимности может показаться теоретическим и не имеющим отношения к реальной борьбе за власть. Однако на деле эта легитимность является таким же оружием, как кинжал и улыбка. Практик. Помните мандат неба и его действия на китайскую правящую элиту. В других странах мандат неба называется по-другому, но без подобного символического выражения легитимности власть не удержать. Теоретик. Когда на власть претендует больше, чем в две конкурирующие группировки, исход борьбы определяется тем, кто с кем и против кого заключит союз. Пока Карл II опирался на англиканскую церковь, его власти ничто не угрожало. Как только Яков II сделал англикан своими врагами, число его группировок превысило критическую массу. Поскольку все группировки понимают, что лучше оказаться на стороне победителей, ключевым фактором, определяющим конфигурацию союзов, оказывается предсказуемость реакции отдельных группировок. Если группировка А знает, что группировка Б согласится на фигуру Х в качестве компромисса, а группировка Б не согласится ни на какую, кроме собственной, расклад союзов становится очевиден. Так вот, легитимность – это и есть предсказуемость, предварительное значение о том, какое правление устроит большинство группировок. Если в обществе считается легитимным королевское правление, в качестве компромиссной фигуры нужен король. Но если одна группировка считает легитимным парламент, другая – военачальника, третья короля, то компромисс невозможен, и война всех против всех будет продолжаться вечно. Изобретение, которое ГОПС довел до всеобщего сведения в 1651 году, состояло из двух положений. Первое, после десяти лет гражданской войны, не вызывало никаких вопросов. Пока люди живут без общей власти, держащей всех их страхи, они находятся в том состоянии, которое называется войной, а именно в состоянии войны всех против всех. О том, насколько такая война – скверное дело, ГОПСу не требовалось много писать. Большинство англичан к тому времени были согласны на любую власть, лишь бы она обеспечила хоть какой-либо порядок. На любую, но на какую именно. Еще недавно считалось, что получившую власть по наследству, а заодно и от самого бога король – очевидная для всех группировок компромиссная фигура. И поддерживать ее выгодно в политической борьбе. Но нынче земля Англии усеяла трупами роялистов, а значит, объединяться нужно вокруг кого-то другого. Но вокруг кого? Как заранее узнать, кого в конечном счете поддержит большинство? Напомню, что под большинством мы имеем в виду большинство властных группировок, а не большинство избирателей. Второе положение Гоббса дает на этот счет точный ответ. Для установления общей власти необходимо, чтобы люди назначили одного человека или собрание людей, которые явились бы их представителями. Чтобы каждый человек считал себя доверительным в отношении всего, что носитель общего лица будет делать сам или заставит делать других в целом сохранении общего мира и безопасности. И признался ответственным за это, чтобы каждый подчинил свою волю и суждение носителя общего лица. Это больше, чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим таким образом, как если бы каждый человек сказал другому, я уполномачиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передаешь ему свое право и санкционируешь все его действия. Если это свершенность, то множество людей, объединенное таким образом в одном лице, называется государством, по латыни – цивитас. Таково рождение того великого Левиафана, или, вернее, выражаясь более опасительно, того смертного бога, которого мы под ладычеством бессмертного бога обязаны своим миром и своей защитой. Чтобы узнать, кого поддержит большинство, нужно всего лишь отложить в сторону кинжалы и открыто об этом договориться. Предложение, как кажущее банальному нормальному человеку, но человеку власти, который есть путь обмана, поражающей своей новизной, открыто договориться с противниками, да еще соблюдать потом достигнутые договоренности. Какого черта? Другие же не будут так делать. Неважно, что они будут делать, отвечает на это ГОПС. Если в момент заключения общественного договора группировки уже передали Левиафану право управлять собой, то есть тем самым они не выделили Левиафану необходимые для такого управления ресурсы, но и придали Левиафану статус легитимного правителя. Все последующие попытки отдельных группировок вытащить фигу из кармана и отказаться от выполнения своих обязательств столкнутся уже не с возражениями отдельных группировок, а с властью Левиафана, согласованной с большинством группировок фигурой, которым это большинство выгодно поддержать в любом конфликте. Этот эффект – автоматическая поддержка действующей власти, позволяет контролировать голосование в крупных акционерных обществах пакетом в 1-2% от общего числа акций. Создание Левиафана позволяет прекратить войну властных группировок и перевести его относительно в мирное русло – придворных интриг или парламентских дебатов, в зависимости от приятного государственного устройства. На смену священному праву королей, предписывающему поддерживать любого самодура на троне, который может довести дело до гражданской войны, предлагается договорное право Левиафана, специально сконструированной государственной машины, главная задача которой – предотвращение открытого столкновения группировок. Разумеется, Гопс не был первым открывателем идеи о договорном источнике верховной власти, но образ Левиафана, помещенный на обложку книги «Смертного бога», созданного самим же людьми для своего же блага, оказался отличным инструментом пропаганды идеи общественного договора. Что делать, когда непонятного, круг кого объединяться? Собраться, договориться и сделать себе Левиафана. Практик. Даже в относительно молодой российской элите, после дефолта 1998 года, когда стало ясно, что дальнейшая грязня олигархов оставит всех у разбитого корыта, было принято решение призвать независимого арбитра, которым после нескольких неудачных попыток оказался нынешний президент России Владимир Путин. Теоретик. Изобретение Гопса, конечно, ни одного Гопса, мы же помним, что он лишь высказался от своего имени идеи, сложившихся у влиятельнейших людей своего времени. Сразу же было взято на вооружение. В 1653 году английский парламент выбрал Левиафаном Кромвеля. В 1660 – Карла II. Но в 1685 году власть Карла II унаследовала никем не выбранный Яков II и сразу же в полной мере проявил все недостатки наследственной монархии, начав продвигать своих единоверцев-католиков. Перед английской аристократией возникла новая проблема. Что делать, если Левиафан вместо поддержания мира между группировками сам становится властной группировкой? Гопс, не рассматривающий вопрос долгосрочной эволюции власти, для ее решения был бесполезен. Требовалось новое изобретение, способное поставить Левиафана на место. Сначала в теории, выработанной по светским салонам, затем на практике, в ходе славной революции и только потом в виде опубликованного текста, предназначенного стать Библией нового государственного устройства. При знакомстве с текстов локовских двух трактатов вызывает удивление тема первого из них. Лок снова критикует священное право королей, прицельно разбирая трактат Роберта Филмера, умершего еще во времена Кромвеля. Казалось бы, кого может интересовать такое старье в 1690 году? Но дело в том, что книга Филмера «Патриар» была опубликована только в 1680 году, как раз к последнему раунду борьбы Карла II с парламентом, завершившейся полным разгромом последнего. Старая идея священного права вернулась в качестве придворной идеологии абсолютистского правления. Ее нужно было основательно раскритиковать, прежде чем переходить к изложению позитивной программы. В результате Логг на протяжении многих страниц разбирает концепцию Филмера «Всякая власть от Бога, вручившая землю Адаму и его потомкам», приходя к резонному заключению, что если даже исходная земля и принадлежала Адаму, то разобраться через несколько тысяч лет, кто теперь более законный его потомок, без войны затруднительно. Следовательно, вопрос о том, кто должен осуществлять легитимное правление, снова оказался открытым. Казалось бы, самое время обратиться за помощью к Левиафану, но тут мы сталкиваемся с новым удивительным открытием. Слово «Левиафан» в тексте двух трактатов встречается лишь дважды, и оба раза вовсе не как произведение Гоббса. Логг избегает любых упоминаний о своем предшественнике, и это не случайность. Гоббс, популяризирующий, конечно же, не в ВАСах, а среди участников властных группировок, идею договорного, рукотворного устройства государства, одновременно полагал, что устойчивой формой такого государства может быть только единоличное правление. Вступать в открытую полемику с Гоббсом именем Левиафана, которого обосновывалось любое государственное строительство, значило нарушить целостность всей виговской идеологии, и потому Логг развил изобретение Гоббса, не упоминая его самого. Итак, кому же доверить управление государством, чтобы исключить использование такого управления в личных целях? Сама постановка вопроса уже содержит ответ, а разумеется, не личности и даже не группировки. Левиафан – государственная машина, обеспечивающая мирное разрешение конфликтов, и должен представить из себя машину, работающую по строгим, одинаковым для всех правилам. Только в этом случае ни одна из властных группировок не сможет использовать ее для уничтожения всех остальных, и только такая машина обеспечит реальный гражданский мир и гарантирует право группировок на жизнь. Читатель. Машина, говорите, работающая как заведенная ради чужих, а не своих интересов, не слишком привлекательное занятие для главы государства. Теоретик. Вильгельм III, уже захвативший к тому времени английский престол и обнаруживший некоторые его особенности, был с вами полностью согласен. Он сказал мне однажды, вспоминая это епископ Беонет, об одном из своих разговоров с принцем Аранжским, что он понимает пользу республики, так же, как и королевского управления, и невозможно определить, какое лучшее. Однако он уверен, худшее из всех проявлений – такое, при котором король без денег и без власти. Руководитель государственной машины, полностью зависящий от установленных неим законов, не обладает никакой властью. «Политическую властью я считаю право создавать законы», пишет Лок уже в первой части второго из двух трактатов. Изобретение, сделанное английской аристократией по итогам правления Карла II, заключалось в лишении государства, а вместе с ними короля, всякой реальной власти и превращении его в безличную машину для соблюдения законов. Тридцати лет с момента казни Карла I до начала обсуждения двух трактатов в кругу Шелсбери оказалось вполне достаточно, чтобы английские аристократы на собственном опыте убедились в недостаточности гопсовского изобретения. Какое-то время король помнит, кто посадил его за трон, но затем неувалимые законы власти берут верх, королевская группировка усиливается, становится господствующей и начинает уничтожать всех остальных. Для властных группировок единственным способом выжить в долгосрочном плане оказывается полное подчинение государству закону, превращение в государственную машину, не имеющую возможности садиться самостоятельным субъектом власти. С появлением такой машины борьба между группировками переносится с поля сражений в стены парламента, где обсуждаются и принимаются законы. Обычные же конфликты между группировками решаются государственной машиной в формальном порядке. Вступая в общество, человек уполномачивает общество или, что все равно, его законодательную власть, создавая для него законы, каких будет требовать общественное благо. Он должен способствовать исполнению этих законов как своим собственным установлением. И это переносит людей из естественного состояния в государство, поскольку на земле появятся судьи, имеющие в власти разрешать все споры и возмещать любой ущерб, который может быть нанесен любому члену государства. Этим судьей является законодательная власть или назначенное ей должностное лицо. Определив государство как состояние, в котором между любыми людьми существует независимый суд, влог моментально приходит к выводу, что абсолютная монархия государством не является. Отсюда очевидно, что абсолютная монархия, которую некоторые считают единственной формой правления в мире, на самом деле несовместима с гражданским обществом и, следовательно, не может быть формой гражданского правления. В тех случаях, когда существуют какие-либо лица, не имеющие такого органа, к которым они могли бы обратиться без разрешения каких-нибудь разногласий между ними, эти лица все еще находятся в естественном состоянии. И в таком состоянии находится каждый абсолютный государь в отношении тех, кто ему подвластен. Лог 1988, страница 312-313. Договор между властными группировками, соблюдение которого контролирует еще одна властная группировка, не стоит и бумажки, на которой он нацарапан. Договор только тогда становится законом, когда контроль за его исполнением осуществляется самими группировками периодически, либо переден подчиненному органу, полномочия которого строго ограничены тем же договором. Во-вторых, законодательная или высшая власть обязана отправлять правосудия посредством провозглашенных постоянных законов и известных уполномоченных тату судей. В хорошо устроенных государствах законодательная власть передается в руки различных людей, которые, собравшись должным образом, обладают сами или совместно с другими властью создавать законы. Когда они это исполнили, то, разделившись вновь, они сами подпадают под действие тех законов, которые были ими созданы. Но так как законы, которые создаются один раз и в короткий срок, обладают постоянной и устойчивой силой и нуждаются в непрерывном исполнении или наблюдении за их исполнением, то необходимо, чтобы все время существовала власть, которая следила бы за исполнением законов. Влог 1980-го свойства родится 347.